Волгарь впервые за последние 11 туров ФНЛ таки добился победы в домашних стенах. Астраханцы обыграли футбольный клуб «Тюмень». Перепетии матча в репортаже моего коллеги Артема Лепехина. Счет ударов в первом тайме поворот на «Тюмени» был нулевым. Алексей Скворцов пробьет однажды в штангу и то из положения вне игры. Юрий Газаев то и дело хватался за голову. Жестов наподобие тех, что вы видите внизу своих экранов, было в достатке. В изобилии было и количество ударов от лучшего нападающего «Тюмени» Хасана Мамтова. Вроде ребята стараются, но как-то «Тюмень» вроде где-то, но чуть-чуть быстрее. Из-за этого у них и контроль лучше, и моментов пока больше. В результате Алексей Судармин и выручил Волжан. Полузащитник за отведенное ему время в игре царствовал на своем левом фланге. Один из очередных прорывов Алексея закончился 11-метровым ударом. В этот момент Сергей Зуйков по числу забитых мячей догонит в команде Романа Акбашева. Пятый точный удар для нашего защитника. Далее все тот же Алексей Судармин как на блюдечке выложит мяч под удар Роману Акбашеву. Последний в споре с Сергеем Зуйковым снова выйдет вперед. После этого станет понятно, что победа от «Волгаря» в этой встрече не уйдет. Последний раз такое случалось с 3 сентября. Если где-нибудь игроки «Волгаря» за это время слышали одноименную песню Михаила Шахутинского, она отзывалась у них с болью в сердце. На протяжении 11 туров просто не можем выиграть. Не знаю, нам не везет или что-то еще может нам мешает. Мы сегодня настраивались как на последний бой. Нужна была победа, но надеюсь, дальше будет еще лучше. Прорвало, трубу прорвать можно. А так или что-то еще прорвало. А здесь сложный период становления идет. Победа не позволила «Волгарю» покинуть пограничное 15 место. Быть может, опередить конкурентов у астраханцев получится по итогам последних двух матчей в этом году. После поездки в Красноярск «Волгаря» ожидает домашний экзамен против лидера турнира Московского «Динамо». Артем Лепехин, Вадим Матасов, Центр новостей.